МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Если боль в коленях становится нестерпимой, когда необходимо обратиться к врачу-аритмологу, первый в Казахстане центр самостоятельной сестринской практики. Квасить или не квасить? О пользе квашеной капусты. Здравствуйте! В эфире программа «Будем здоровы!» Я Ирина Вобещевич. И речь мы будем сегодня вести о том, как сохранить и приумножить самое ценное, что у нас есть здоровье. Боль в коленях, которая усиливается при движении, истихает во время отдыха. Утренняя скованность, уменьшение диапазона движения – все это признаки начинающейся проблемы с коленями. Артроз или гонартроз – это одно из самых распространенных заболеваний опорно-двигательного аппарата. И сегодня об этом расскажет врач-травматолог Жандос Ахметов. Мы с вами сегодня обсудим тему об артрозе коленного сустава, либо же гонартроз. Гонартроз – это одно из часто встречаемых серьезных дегенеративно-дистратических изменений в области коленного сустава. При данном заболевании нарушается хрящевая ткань, которая покрывает часть большеберцовой кости и часть бедренной кости, где образуется сам коленный сустав. В следствии нагрузок болезнь будет развиваться постепенно и в результате будет происходить постепенное разрушение самого сустава, вплоть до разрастания некоторых патологических, либо же упадением самого сустава. Ходьба будет сопровождаться сильными болями, скоплением жидкости в области коленного сустава, либо же на поздних стадиях невозможность нормальной операции на ногу. Основные симптомы устья артроза коленного сустава – это боль. То есть боли могут быть умеренного характера, выраженного, либо постоянные, в зависимости от стадии. Отек, невозможность полноценно сгибать и разгибать сам коленный сустав, чувство тяжести, зажатости в подколенной области. Сам устья артроз делится на 4 стадии. То есть 1-2 стадия – это ранняя стадия. В этих случаях боли будут умеренного характера, в зависимости от физической нагрузки боли будут постепенно либо притупляться, либо вообще исчезнут. А в 3-4 стадии – это поздняя стадия, то есть в этих случаях боли постоянного характера, в зависимости от сопутствующих заболеваний сустав, то есть максимально деформированный пациент будет ощущать боль при сгибании, при разгибании самого коленного сустава, при ходьбе, при поднимании, при спускании по лестнице. Основные причины артроза – это физические нагрузки, избыточный вес, нередко бывает вследствие травмы и как бы эндокринологически изменяются в организме. Диагностика устья артроза – самый классический способ диагностики – это в первую очередь рентгенограмма, то есть рентгенограмма коленного сустава, нередко бывает компьютерная томография коленного сустава. Артроза лечится консервативно и хирургическим путем, то есть первую и вторую стадию можно вылечить консервативно, то есть это НКВС, абезболивающие, гиалуроновая кислота, физиолечение, то есть электрофорез, магнитотерапия, ЛФК. Третья-четвертая стадия часто в зависимости от жалоб пациента лечится хирургическим путем, хирургические пути тоже бывают разные, то есть самое основное – это протезирование сустава и сейчас нередко делают радиочастотную денервацию коленного сустава, то есть одно из малоинвазивных видов операции, когда болевые ощущения, болевые нервы притупляют через маленькие 2-3 прокола, то есть за счет проколов нервные окончания притупляют, боли уменьшаются от полгода до года, у кого-то от года до двух лет в зависимости от состояния пациента. И самый поздний этап – это одно из главных – это замена сустава, то есть эндокартизима коленного сустава. Профилактика артроза – это соблюдать ортопедический режим, не нарушать избыточный вес, укреплять мышцы ног, носить ортопедические фиксаторы. Врач-аритмолог специализируется на лечении заболеваний, связанных с нарушениями сердечного ритма. Проводит диагностику, назначает лечение при различных жалобах и заболеваниях сердца, связанных с нарушениями сердечного ритма. Когда необходимо обратиться к врачу-аритмологу, расскажет Алексей Бокач, врач-кардиолог. Очень часто меня спрашивают, кто такой врач-аритмолог и когда мне нужно идти к аритмологу. Объясняю. Врач-аритмолог – это кардиолог, который занимается хирургическим лечением аритмии. То есть есть кардиологи, которые лечат таблетирными препаратами, есть аритмологи, которые подключаются, когда таблетки уже неэффективны. Тревожные симптомы, когда нужно обратиться к врачу-аритмологу, может быть, даже минуя врача-кардиолога. Это если вы у себя зафиксировали стойкое выражение пульса до 40 ударов. 40, 42 или около того. Если у вас внезапные какие-то обмороки на фоне приступов учащенного сердцебиения, то есть не когда у вас просто пульс 90 или 100, и вам как-то нехорошо, а когда вы смотрите свой любимый сериал или занимаетесь привычным делом, и у вас внезапно идет скачок пульса до 170-180. Скорее всего, у вас именно та тахикардия, которую вам уберет только врач-аритмолог. В любом случае, если вы у себя зафиксировали какое-то нарушение ритма сердца или вы чувствуете, что у вас неравномерное сердцебиение, это повод обратиться к кардиологу и в дальнейшем, скорее всего, обратиться к ритмологу. В рамках дорожной карты в Караганде был открыт первый в Казахстане центр самостоятельной сестринской практики в КГП поликлиника номер 3 города Караганды, который направлен на создание благоприятного и эффективного медицинского опыта, начиная с самого первого контакта медработника с пациентом, что в свою очередь содействует более успешному и качественному предоставлению медицинской помощи. Поликлиника номер 3 города Караганды является центром лучших практик по Карагандинской области. Для делегирования полномочий от врача общей практики уже в течение многих лет ведется самостоятельный сестринский прием. Буквально на днях у нас открылся центр самостоятельной сестринской практики в поликлинике номер 3. Мы выделили отдельное помещение, отдельный блок, где работают наши медицинские сестры, ведут конфиденциальный самостоятельный прием. Для этого мы разработали функционально-должностные обязанности медицинской сестры расширенной практики. Кроме этого, подготовили стандарт работы медицинской сестры. Есть отдельные кабинеты для приема медицинских сетер расширенной практики. Есть специальная регистратура, куда обращаются наши пациенты и их направляют на прием к медицинским сестрам. В этом центре проводится не только прием медицинских Имеется диспансерный кабинет для наблюдения наших диспансерных больных по динамическому наблюдению. Диспансерный кабинет занимается динамическим наблюдением, программой управления заболеванием по артериальной гипертензии, по сахарному диабету и по ХСН. Кроме того, имеется в этом центре доврачебный кабинет, смотровой кабинет и кабинет неотложной помощи. В этом центре работают медицинские сестры, которые имеют высшее образование. Бакалавриат по сестринскому делу. Есть медицинские сестры, которые закончили академический бакалавриат. Есть медицинские сестры, которые закончили прикладной бакалавриат. Они обучены, прошли обучение в Астане, в национальном центре развития здравоохранения Миссари Датко-Ирбековой. Прием уже ведется в этом центре, поэтому я думаю, что этот центр позволит обеспечить доступность и оказание качества медицинской помощи нашему населению. Казахстане – это первый центр, где наши медицинские сестры ведут в отдельном помещении конфиденциальный прием. И это уникально заключается в том, что помощь нашим пациентам будет, именно первый контакт пациента будет обеспечен нашими медицинскими сестрами расширенной практикой. Работает 15 медицинских сетер. По графику, без предварительной записи, по живой очереди. Квашеная капуста – один из самых старых и распространенных способов ферментации овощей. Ее готовили еще древние римляне, писатель Плини Секунд, который жил в начале первого века нашей эры, писал, Капуста помогает кормящим матерям давать больше молока, помогает от мутности зрения, устраняет головные боли и, вероятно, действует как лекарство при отравлении алкоголем. Его наблюдения оказались верными. Квашеную капусту готовили методом ферментации с помощью молочно-кислого брожения. Бактерии, которые есть на самой капусте, а также в воздухе и на человеческих руках, начинают размножаться в ней, поглощая углеводы. Благодаря их активности, срок хранения капусты увеличивается до нескольких месяцев, а ее вкус становится более кислым. Кроме того, бактерии насыщают блюда органическими кислотами и другими полезными веществами. Примерно то же самое происходит при заквашске йогурта. Больше всего квашеная капуста популярна у народов Центральной и Восточной Европы – немцев, поляков, чехов, русских, прибалтов. Немцы и северные славяне мелко шункуют ее, а жители Балкан солят целиком в больших бочках. Поляки, прибалты и русские добавляют в капусту другие плоды, например, морковь или яблоки, а также ягоды клюквы. Немцы и австрийцы квасят ее стмином и можжевельником. В Корее и Японии готовят кимчи – ферментированную китайскую капусту в остром рассоле. В кулинарии у квашеной капусты есть множество применений. Ее жарят, тушат или едят в сыром виде, добавляют в супы пироги и мясные блюда. Квашенная капуста – это диетический продукт, богатый минералами и витаминами. Квашенная капуста полезна для кишечника и улучшает общее состояние его микрофлоры. Бактерии, с помощью которых происходит ферментация капусты, называются пребиотиками. Такие же бактерии есть и в нашем кишечнике. Они играют роль первой линии защиты от токсинов, воспаления и вредных микроорганизмов. Исследования европейских ученых показали, что бактерии, содержащиеся в квашенной капусте и других ферментированных овощах, улучшают усвоение железа, повышают его биодоступность. В Австрии есть старинная поговорка – «Кислая делает радостным». Она означает, что квашеная капуста повышает аппетит и добавляет удовлетворение любому приему пищи. Но недавние исследования вносят в эту поговорку новый смысл. Пребиотики, содержащиеся в ферментированной пище, влияют на работу мозга и нервной системы, улучшают настроение и способствуют лечению депрессивных симптомов. Недавнее исследование китайских ученых показало, что состояние микрофлоры кишечника влияет и на риск развития болезни Альцгеймра. А пребиотики и сферментированная пища способны снизить вероятность ее развития. Сто лет назад несколько бочек сквашенной капусты всегда можно было найти на любом корабле. Моряки ели ее для того, чтобы избежать сынги, ведь в такой капусте много витамина С. Комбинация витаминов и минералов, содержащихся в квашеной капусте, делают ее почти идеальным продуктом для поддержания здоровья костей. Витамин К регулирует производство белков, марганец, калий, фосфор и магний делают кости более прочными. И сама капуста, и рассол от нее это отличное средство от похмелья. Это связано с тем, что она содержит янтарную кислоту. Главная опасность квашеной капусты – высокое содержание соли, которая приводит к задержанию воды в организме и отекам, повышает давление, увеличивает риск мочекаменной болезни. Наконец, важно помнить, что все полезно в меру. Исследования показали, что квашеная капуста улучшает пищеварение, но только в том случае, если есть ее небольшими порциями. А в большом количестве она способна вызвать диарею. Пациентам с воспалительными заболеваниями кишечника надо быть особенно осторожными. Наша программа подошла к концу. Берегите себя и своих близких. И будем здоровы! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова